Уважаемые телезрители, сегодня у нас необычный выпуск, у нас специальный выпуск патриотической позиции, который посвящен общению с нашими коллегами, с нашими соратниками из Петербурга и круглому столу, который проводит клуб «Консервативная перспектива». И сегодня у нас в студии специальные гости. И я рад приветствовать у нас в студии Дмитрия Генчамузу, доктора философских наук, сопредседателя сборского клуба «Новороссия» и победителя творческого конкурса «Революция в России. Реальные ли угрозы и каковы перспективы», который проводился на международном уровне фондом свидетеля Марка Ефесского при информационной поддержке сайта «Русская народная линия». И Федора Алексеевича Попаяни, сопредседателя сборского клуба «Новороссия», кандидата технических наук. И автора основного локомотива проекта «Соварь патриота Отечества». Здравствуйте! Добрый вечер! И с вами я, ведущий программу Мирослав Руденко и по совместительству также член сборского клуба «Новороссия» и участник вот данного творческого конкурса, о котором будет идти речь в нашей программе. Заседание нашего клуба «Консервативная перспектива» и сегодня оно посвящено книги, которые… Мы вот здесь увидим книгу, которая была издана по итогам конкурса «Революция в России» «Советели углублезли?» «Есть ли возможность?» И эта книга представляет собой сборник работ конкурса, который проводил фонд выступления Марка Еферского при информационной поддержке русской народной линии в начале 2016 года. Точнее, мы объявили фонд в конце 2016 года и предложили принять участие людям, размышляющим на тему революции, как раз у канун года, столетия революции. И по условиям работы нужно просто встать в конце февраля. И мы были приятно удивлены, что в конце февраля у нас было около 140 работ, авторами которых выступили многие ученые из разных, ученые, писатели, ученые разных сфер деятельности. Это и историки, и политологи, и экономисты, философы. География конкурса была достаточно улучшительная. Он, в общем, фактически стал международным, потому что участие авторы из Белоруссии, с Украины, как это ни парадоксально. И вот у нас сейчас наследие представители три первых нашего конкурса и авторов этого школьника из Донецкой Народной Республики. Был представитель Луганской Народной Республики и из Таджикистана, Грузии. Но основная, конечно, масса авторов из России, Московской, Петербурга и многих других городов. Россия была для тех, кто чувствует, основатель. Охвачено. Среди участников конкурса было довольно много молодежи. И поэтому мы даже по ходу конкурса, авторами, участниками конкурса были аспиранты, магистранты и даже два школьника старших классов. В общем, достаточно получился такой представительный, интересный конкурс. И мы почувствовали, что эта тема, конечно, очень многих волнует. И вот по итогам конкурса было принято решение фондом обеспечить сборники. Мы изначально уже, в принципе, эту тему, эту возможность не исключали. И вот там, значит, сборники у нас порядка 40 авторов, 40 работ. Но я надеюсь, что этот сборник, он появится и будет возможность его представить. Может быть, на нашем заседании, может быть, мы специально проведем презентацию уже книги. Хотя сегодня у нас участвуют авторы этого сборника и из Одеска, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Поэтому я думаю, что мы поступим следующим образом, чтобы по окончании моего такого обспорного вступления, я не буду касаться теоретических вопросов, может быть, просто по итогам нашей дискуссии что-то в заключении скажу, им предоставлю слово авторам сборника, которые расскажут о своих людей и о тех проблемах, которые их волновали. Поскольку авторы были из разных, как я уже говорил, разных областей гуманитарного знания, и даже не только гуманитарного, потому что там были докторы географических наук, авторы сборника, люди, имеющие ученые степени в технических науках. И потом сложно было, конечно, составлять. В общем, как бы он как поиграл, я не знаю, есть возможность вывести карту. Желстик. На их главление. На их равна. На главление. Да, да, вот полистайки, пожалуйста, когда революция в России, реально, да, вступительная статья в конце. Вот так выглядит эта книга. Книгу открывают авторы доктора исторических наук Александр Митч Каплин из Харькова. Затем вот следующая статья Владимира Ильича Масвекова, публицистная Санкт-Петербурга. Он присутствует, здесь и выступит. Значит, среди авторов. Там дальше, это статья про терея Сергея Рыбакова из Рязани. Вот группа авторов из Центра для Василия Великого в Диакадемии Маслов здесь присутствует и его коллеги. Там 107 человек, да? Значит, представитель Луганска, кандидат в философских наук, значит, Доренский, Виталий Юрьевич. И я уже не буду всех перечислять, всех авторов в книге. Это можно будет сделать. Проблемы самые разные, аспекты охватываются самые разные. Некоторые делают акцент на исторических проблемах, проблемах на причинах революции, а некоторые касаются тем современного состояния. В частности, вот достаточно интересные статьи, посвященные современной проблематике, представили Эдуард Сульцин, который посвятил свою работу технологии мятежа. Такая социологическая, философско-социологическая работа, очень интересная, очень такой, так сказать, неожиданный аспект. И достаточно такая вот интересная работа кандидата исторических наук Александра Мурзина из Екатеринбурга «Россия как этнофедерация. Пространство борьбы или борьба за пространство», посвященная очень сложной, очень тонкой для нашей страны проблеме национального многообразия и структуры нашего государства, состоящего, как вы знаете, из этнических образований внутри единой страны, что совсем недавно приводило к таким вспышкам сепаратизма что-то прекрасно известно. Ну, в общем, я не буду, так сказать, долго распространяться о книге тогда. Давайте предоставим слово ее авторам, людям, которые написали работы. И поскольку у нас по времени, ну, из приличия гостеприимства, я предлагаю, во-первых, предоставить слово нашим гостям из Донецка. Значит, я представлю, это Дмитрий Евгеньевич Муза, доктор философских наук, профессор Донецкого национального университета. Это Мирослав Владимирович Руденко, депутат Верховного Совета Донецкой Народной Республики. И Федор Алексеевич Попаяни, кандидат технических наук. Поэтому давайте мы тогда, поскольку Дмитрий Евгеньевич у нас победитель конкурса, давайте мы тогда начнем с Дмитрия Евгеньевича. Послушаем. Все прекрасно слышно, да? Да. Большое спасибо, Анатолий Дмитриевич. Ну, во-первых, хотелось бы в этот день, в день памяти святителя Спиридона Триумифунского, поздравить всех братьев во Христе с памятью этого замечательного подвижника, православия, отца Первого Вселенского Собора и так далее. Ну, а во-вторых, поблагодарить за возможность поучаствовать в конкурсе, за возможность вот сегодня в формате консервативной перспективы поделиться, хотя и коротенько, вот теми соображениями, которые, ну, вот, вылились в эту статью, в этот материал, который был опубликован в вашей книге. И по ходу отмечу, что мной подготовлена тоже монография, она поступила в продажу в Библиоглобус, она есть на Озоне, она называется «Путь России от рукотворной Голгофы к чаемому воскресенью». Вышла она в Москве. И, ну, основным предметом, естественно, этой работы, как и анонсируемой статьи в сборнике, является «Русский путь в XX веке». При этом я в рамках своей специализации все-таки отдаю себе отчет, что существует пять основных подходов касающихся феномена русских революций начала XX века. Это формационный, быть может, наиболее идеологизированный, но вместе с тем наиболее разработанный и имеющий, ну, определенную аксиологическую матрицу. Это цивилизационный подход, и я как раз вот примыкаю к этой традиции, но, правда, пытаюсь ее скорректировать в направлении нелинейности, социальной синергетики и так далее. Существует теологический подход, который рассматривает, как вы знаете, революцию как некое наказание России, русского народа за грехи отступничества и так далее. Существует теория заговора, и, в общем-то, вот эти теоретические позиции, да, и позиция падения на взлете, которая тоже в последние годы как-то вот весьма популярна, востребована, эти позиции, вот они являются конкурирующими в рамках этого предметного поля. Тем не менее, что касается вот моей версии столетий, событий столетней давности и той траектории, которую прошла Россия, причем эта траектория, опять же, разветвляется, это и советская Россия, это и зарубежная Россия, и все, так сказать, завершается все-таки 91-м годом, и тянется, так сказать, вот эта причинно-следственная связь к нам сюда. Между тем, вот эти пять названных позиций, на мой взгляд, задает и причинно-следственные связи, они же, значит, помогают понять характер совершающихся трансформаций, причем трансформаций, выходящих за рамки некого региона, или субрегиона, вот Евразии, и становящихся в какой-то мере общемировыми. Ну так вот, на мой взгляд, прав был Федор Иванович Тютчев, который полагал, что в записке Николая I «Россия и революция», что две величины в современной Европе «Россия и революция», смерть одной ведет к смерти другой, наоборот. И, тем не менее, с Петровской модернизацией Россия начинает разбег и встречу с этим самым Западом, вначале через прорубленное окно, затем через французскую революцию, феномены этих самых наполеоновских войн, участия, затем экспорт, идейный экспорт, хотя он состоялся и раньше в виде просвещенческих, масонских идей, но в данном случае я имею в виду экспорт немецкого идеализма, который во многом был неадекватно воспринят русскими интеллектуалами, тем же Чаадаевым, но зато ранними славянофилами, затем Данилевским, Леонтьевым и так далее, преломлен более совершенно. Так вот, можно говорить о том, что встреча России с Западом как двух цивилизаций, хотя Тойнбе считал, что у них общий корень контрадикторных во многом в ценностном, в целевом, в социологическом плане, в плане права, морали и, самое, пожалуй, главное, в плане антропологического типа, это иановский человек Вальтер Шубарт или Алеша Карамазов Достоевского. Россия, к сожалению, познакомилась с феноменом Ивана Карамазова, о чем писал Бердяев в своей статье «Духи русской революции», они ожили накануне, и со Смердяковым. Но если Иван Карамазов это идейный философский нигилист, отрицающий веру, родину, Бога, отрицающий вообще самобытность России, русского пути, то Смердяков это практический нигилист. И вот, на мой взгляд, все-таки в этом самом ключе можно трактовать как дивергенцию, так и конвергенцию вот этих двух цивилизационных систем. К сожалению, и русский либерализм, и в какой-то мере, в какой-то мере русский консерватизм оказался не готов к вызову Запада. И вот, реальным ответом, конечно, этому вызову стала, на мой взгляд, Первая мировая война, Вторая отечественная война, в нашей терминологии несколько подзабытой. И, к сожалению, вот большевики, это западническая, без сомнения, партия с заемным текстом. Я хочу напомнить работу Ленина 1905 года «Две тактики социал-демократии в демократической революции», где Ленин говорит о двух вещах еще до Троцкого, о том, что Россия должна быть этим хворостом, который будет разожжен и перекинется, так сказать, этот феномен на Европу. И, во-вторых, Ленин обоваривает роль крестьянства в этой пронитарской революции. Какая-то западническая партия разворачивает империалистическую в ленинских терминах войну и делает ее гражданской. И, причем, мы с вами должны понимать, что это деструкция всей цивилизационной системы, которую очень верно описал Иван Александрович Ильин в своей статье «Белая идея», о том, что Россия во многом была не понята и не принята вот этими Иванами Карамазовыми и Смердяковыми. И, напротив, и, напротив, в России нашлись голоса, нашлись люди, которые заговорили об адекватном понимании России и о путях выхода из этой самой катастрофической, на мой взгляд, ситуации. Это Марина Ивановна Цветаева. В 21-м году она написала замечательное стихотворение под названием «Как закон Голубиной вымарывая». Я позволю себе процитировать и на этом закончу, потому что, на самом деле, вот этот ключ, цивилизационный ключ, который нам позволяет понять произошедшую сто лет назад катастрофу, цепь катастроф, февраль, март, летние выступления народные, Корниловский мятеж, ну и, естественно, так сказать, октябрь. Итак, как закон Голубиной вымарывая, руку судорогой не свело, а случилось заморское зарево, русским заревым здесь расцвело. Два крыла свои, Эван до Эвана, истрепала любовь, что из правого, что из левого, одинаково пролита кровь. Два крыла православного складеня, промежними двумя, а понять ничего не дадено голубиной любви окромя. Эх, вы правая с левой две варежки, та же шерсть вас вязала в клубок, где разновельное слово товарищи сменит прежнее быль голубок, побратавшись до левой с правой, станет всем померланом на зло, в струпьях, в язвах, в проказе оправдана, ибо есть и останется Русь. Спасибо за внимание. Спасибо. Работа Дмитрия Музы называлась «Русский путь в 20 веке через революцию к Голгофе и Воскресенью». Я хочу отметить, что сегодня у нас много всяких смыслов, и вообще такой вот еще важный у нас получается совместное заседание изборского клуба Санкт-Петербурга и изборского клуба Новороссии, потому что все наши гости, которые видим, они члены изборского клуба Новороссии, а Владимир Александрович Шамахов возглавляет Санкт-Петербургское отделение клуба. И журнал, который мне подарил свежий выпуск, здесь две статьи участников нашего сборника Виталия Доренского из Луганска и Владимира Можегова из Санкт-Петербурга. Так что вот, так сказать, как бы тут такое совпадение. Изборский мост. Мосты, изборские мосты. Да, да, да. Я тогда предоставляю слово, я думаю, что мы какие-то вопросы, может быть, сначала выступят наши коллеги из Донецка, и потом вообще вопросы, если им будут какие-то, да, сформулируем коротко. Я тогда предоставляю слово депутату Верховного Совета Донецкой Народной Республики Ярославу Владимировичу Руденко, который подготовил для нашего конкурса и для сборника работу, посвященную краткосрочной, но очень яркой истории парламента Новороссии. Пожалуйста. Добрый вечер, я приветствую уважаемое собрание, благодарю вас за эту возможность выступить перед вами, за огромную организационную работу, которая была проделана, чтобы инициатива была реализована и в плане пройдения замечательного конкурса, в плане издания сборника. И хотел бы отметить, что вот сейчас у нас заявлено по многим направлениям, по многим линиям глубокая интеграция между Донбассом и Россией, и я думаю, вот сейчас в рамках такой народной дипломатии мы реализуем этот процесс с вами непосредственно и это очень важно. Ну, а если у нас здесь рождаются определенные смыслы, определенные идеологические посылы, то тем более и это рождается в рамках одного общего проекта. Я хотел бы отметить, что, скажем так, революция, термин революция, он связан, вот скажем так, не только с событиями 17-го года, для меня в первую очередь, когда я глубоко изучал историю Юго-Западной Руси, вот те события 17-го века, которые привели к возвращению, к воссоединению Малороссии с Россией, к тому, что она была вырвана из плена западного, из католицизма, из унии, вот, это тоже была, ну, скажем так, национально-освободительная революция. Я хотел бы отметить, что наши события 14-го года, это прямая аналогия с теми событиями, скажем так, вот, вступление к моей статье, вот эти замечания, а в дальнейшем, да, идет история становления органов власти, ну, в принципе, как в любой переходный период, это достаточно такой непростой, достаточно рваный процесс. Они описаны, события эти, с точки зрения участника, с точки зрения человека, который сопереживал этому, ну, скажем так, делается попытка анализа, почему это было необходимо сделать, какой проект, в принципе, в 14-м году, летом, был наиболее популярен, о чем думали, чем горели сердца людей, то есть, это, конечно, попытка создания большой Новороссии, и большая работа в этом была проделана, и в том числе, скажем так, организационная, идеологическая, и во многом бойцы ополчения, как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики, летом, 2014 года, поднимались именно за эту идею. В дальнейшем, нашла организационное оформление в рамках вот такого конфедеративного союза, ну, опять-таки, условия 2014 года, условия лета 2014 года, тяжелый период становления, тяжелые бои, скажем так, репрессии на той стороне, которые загнали любую поддержку идеи создания Новороссии или сопротивления киевской хунте, загнали в подполье эту идею, а многих, скажем так, многие активисты были арестованы, сейчас находятся в тюрьмах до сих пор уже на протяжении трех лет, мы знаем это на примере участников одесских событий, мы знаем это на примере других наших соратников, которые распространяли в том числе вот и газету Новороссия, которая сейчас здесь лежит за этим столом, хотелось бы отметить, что несмотря на все сложности, несмотря на то, что прошло более трех лет, скажем так, не потеряла свою актуальность как идея объединения Луганская и Донецкая народных республик, более тесная интеграция, в принципе, эти шаги были сделаны на протяжении текущего времени, то есть было совместное принятие, опыт совместного принятия законодательных актов и целый ряд согласованных шагов, так в том числе и то, что сейчас происходит на Украине, то есть буквально разрушение структуры государственности, то есть то, что мы видим как Саакашвили в качестве такого политического комбинажера, который курсирует по центру Киева и не может быть никем арестован и по сути происходит повторение уже в порядке некой карикатуры вот этого истории 13-14 года с Майданом, ответ на это переучреждение Украины, то есть по сути вот перед нами пост Украина, бывшая Украина и понятно, что это государственное образование дальше будет только рушиться. Переучреждение на новых началах, на каких? И тогда понятно, что для Юго-Востока встает историко-культурная область Новороссия, то есть историческая область, а для центра историческая Малороссия, ну, а Запад это, скажем так, отдельная история, хотя я, конечно, помню, что это была «Червоная Русь», но, к сожалению, в настоящее время это большая работа должна быть проделана, чтобы люди вспомнили свои корни. Я надеюсь, что вот данные свершения «Русская весна» 2014 года, «Русская редента» 2014 года, создание народных республик, создание конфедеративного союза Новороссии в будущем реализуются более тесное объединение как народных республик Донбасса, так и более тесных интеграций с Российской Федерацией и побудут к воссоединению русского цивилизационного пространства и восстановлению территориальной целостности с помощью актуализации идей исторической Новороссии, исторической Руси, исторического юго-западного края Российской империи. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну и следующий участник нашего конкурса, автор книги Федор Алексеевич Попаяни его работа называлась 1917 год укус варана 2017 год попытка смертельного укуса вот наверное сейчас он нам расскажет про варана про научная метафора называется Добрый вечер как не парадоксально бытует до настоящего времени мнение что революции свершаются когда низы уже не хотят чего-то там а верхы уже не могут управлять по старому но вот я не знаю до какой степени наивности можно так рассуждать видя сегодня как устраивается по всему миру революция все эти бесконечно оранжевые всякие такие в Ливии что произошло в Сирии как это все организовано за какие деньги кому и кто там бенефициар конечно же в Украине поэтому когда вот это такая точка зрения мне кажется предельно наивной и рассуждая на эту тему вот я использовал вот метафору варана что такое варан это такой значит ужасный зверюга у него значит вот стекает слюна причем слюна такая любопытнейшая знаете ли у него там два-три вида уникальных ядов и около пятидесяти разновидностей всяких вирусов и бактерий представьте себе значит если он хочет задрать буйвола это сложная история ему нужно укусить и убежать а дальше вот эти яды парализуют немножко животное а вирусы добивают его вот эту технику комодского варана подсмотрела Великобритания ну назовем это так империя англосаксов совосалы и использовала свои политической практики и вот к семнадцатому году обратите внимание наша интеллигенция была как бы поделена на две части условных одна из них получила свою дозу либеральных ядов а вторая часть была завирусована революционными марсийскими анархийскими и прочими вирусами но революционными и вот на самом деле то что произошло в семнадцатом году это последовательность вот этого укуса варана который состоит из ядов и последующих вирусов то есть сначала создается обратите внимание это между временем характерная практика для англосаксов сначала создается демократический либеральный хаос а после этого уже следует тот порядок который нужен англосаксам и что же у нас в итоге произошло в итоге вот во многих кстати изданиях в том числе у Олега Платонова значит описано то что на самом деле одни русские одни масоны которые представляли вот это либеральное крыло возглавили одну часть общества которая враждовалась другой частью которую тоже управляли масоны но уже другого уровня вот вот и получилось яды с вирусами схлестнулись значит в этой в этой борьбе ну как можно выйти вернее как не пострадать от укуса ворона не пострадать можно только одним образом не дать себя укусить а почему Россия дала себя укусить да потому что идеологии к семнадцатому году не уделялось должного внимания ну вот Анатолий Дмитриевич много написал на эту тему как себя чувствовало правое движение в России к семнадцатому году до какой степени оно осознанно было ну практически нивелировано то есть с одной стороны либерализм можно сказать поддерживался элитами а с другой стороны серьезная борьба с терроризмом с большевизмом с анархизмом и так же социал демократиями не велась вот и мы получили то что мы получили и вывод из того что вот я сказал можно сделать только один чтобы победить в этой борьбе которую нам в очередной раз устроили англосаксы нам нужна своя имперская идеология и нам нужна слаженная работа служб безопасности если этого не произойдет то к сожалению можем повторить этот опыт но если это будет то есть будет имперская своя идеология то тогда значит никакой враг нам не силен то есть не страшен вот все что я хотел сказать на эту тему спасибо 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 кстати я бы хотел так сказать краткого послесловия сказать что проблема идеологии сегодня для Донецка очень очень актуальна для ДНР и для ЛНР потому что там встает вопрос а за что воюем и вот этот вопрос действительно он более актуален чем для нас вот сегодня для России то положение конституции которое есть у нас так сказать запрещающая идеологию оно для нас является ну таким конечно проблемой но такой может быть даже более теоретической для Донбасса это проблема реальная практическая вот поэтому это вот вот этот акцент на идеологию который сделал Федор Алексеевич я думаю он очень важен для вообще для будущего нашей страны и я бы хотел пользоваться случаем кстати сказать что совместными усилиями вот людей которые вот здесь мы видим и нашими тоже вот вышла такая книга словарь патриота отечества в этом году она выйдет насколько я знаю уже в России в Петербурге это вот как раз попытка выработать некую такую терминологию какой-то вот так сказать такой первый подход к формулированию идеологии общие какие-то термины общие понятия которые которыми мы будем оперировать потому что зачастую мы спорим имеем в виду под определенным под ним и тем же словом нечто разное наполнение но если есть вопросы к нашим донецким коллегам то пожалуйста можно их задать если только очень коротко да пожалуйста Александр Борисович Дмитрий Ильич скажите пожалуйста вы что формационный подход вообще отрицатель дело в том что базисно-надстроечный детерминизм который пришел к нам в упаковке так сказать вот Марксовой на мой взгляд был элементарным образом дезавуирован отцом Сергием Булгаковым его философии хозяйств поэтому данный подход конечно имеет место быть вплоть до сегодняшнего дня его развивают в той или иной степени Эммануэль Валерстайн у нас Михаил Хазин и так далее но видите ли Россия не та страна которая как мне представляется приложила принцип вот этого базисно-надстроечного детерминизма и я бы все-таки ответил следующим образом когда я еще в студенческие годы познакомился ну естественно так сказать с выкладками Маркса и с выкладками Данилевского я вдруг обнаружил что 4 разряда культурной деятельности очерченная Николай Яковлевичем Данилевским религиозная культурная в тесном значении слово политическая экономическая является перевернутой по сути дела матрицей которую предложил Маркс так вот я коллегам и студентам тогда начал задавать вопрос это начало 90-х а как же так систему описывают одну но взгляды демитрально противоположные Данилевский говорит что религия лежит в основе а Маркс говорит что извините формы собственности на средства производства плюс технологические базис и прочее в России на мой взгляд несомненно прежде чем что-либо произойдет какое-то реальное действие нужна санкция церкви нужна вот эта вот метафизическая санкция без которой ни русский человек ни русское дело общее дело без сомнения не могут состояться так не думается можно я хотел бы уточнение небольшого если мы внимательно посмотрим то у нас Киевская Руссия начиная феодальный строй 18-19 в рабовладельческий дальше идет рывок в коммунистическое так сказать счастье и потом резко упадет капитализм то есть формация это в конечном итоге хоть и нелогично но мы прошли вот это нелогичность можно как-то объяснить? ну конечно я думаю что и русской душой вот этой самой метафизикой и наверное все-таки знаете чем я опять позволю себе сослаться на первоисточник слово о законе и благодати митрополита Илариона не закон а благодать для нас является принципиально важным пунктом для строительства государственности осуществления культурной деятельности и так далее и тому подобное поэтому формационный принцип материалистический материалистическое понимание истории которое к нам пришло на мой взгляд не к революции не к в целом истории России которая согласно Бердяева состоит из пяти историй неприложима спасибо так еще вопрос так Алексей Васильевич Воронцов президент Петровской академии наук и искусств я хотел бы узнать уважаемые коллеги друзья прошел ли кинофильм телефильм в Донбассе о Мишеле Бенуа о положении в Донбассе и Донецке о сражении народа очень объективный фильм и наши ученые Петровской академии русского лада многое сделали чтобы этот фильм распространить здесь он и на русской народной линии и на сайте Петровской академии и русского лада и вот я хочу узнать у вас знаете ли вы об этом и как он воспринял донбассами это первое это вопрос и одна реплика 10-й съезд Петровской академии наук и искусств который состоялся сравнительно недавно принял единогласно резолюцию обращенную президенту страны и высшему руководству нашей страны с просьбой рассмотреть вопрос о признании Луганской Донецкой республик в качестве самостоятельных государств завтра на сайте Петровской академии я думаю и народа Ленина поддержит мы его разместим потому что мы изучили тщательно на нынешнее положение дел как внутри Донецкой и Луганской области так и на реакцию международной особенно Германии и Франции политика неумешательства это остается единственным выходом либо вторая либо война потому что другого пути нет политика неумешательства Англия и Франция в свое время привела ко второй мировой войне и точно такую же позицию занимает Франция сейчас спасибо 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 Алексей Васильевич так Алексей Васильевич я благодарю вас за данную инициативу то есть нам очень дорого скажем так вот подобные инициативы о признании наших республик мы видим как процесс скажем так двинулся с мертвой точки с февраля этого года то есть элементы фактического признания слава богу у нас есть и я надеюсь что это только будет шириться дальше сейчас на фоне того что там в Киеве неописуемая радость по поводу джавелинов прекрасно понимаем что ну скажем так асимметричный ответ он будет найден поэтому мы конечно будем поддерживать любые инициативы которые направлены на признание нашей субъектности на признание наших республик что касается вот конкретно работы конкретно фильма я вот прошу через Анатолия Дмитриевича вместе с материалами данной видеоконференции направить к нам и мы здесь постараемся его показать то есть по республиканской вот мы сейчас будем готовить программу по итогам нашей конференции на телеканале Новороссия ТВ это канал популярный Донецкой Народной Республики поэтому направляйте фильм мы постараемся здесь его показать хорошо спасибо так вопросы все тогда значит я предоставляю слово нашим уже участникам сборника участникам конференции прежде всего я хотел бы предоставить слово дьякону Илье Маслову это очень интересная очень интересная работа которую представила нам группа молодых исследователей но отец Илья расскажет представит своих коллег он здесь один они по самому москвичи значит это центр следит для Василия Великого и работу которую они представили она получила самую веселую поритул с работой Дмитрия Евгеньевича оценку жюри да я кстати не сказал что жюри у нас была достаточно представительная и возглавлял его митрополит Петрозаводский и Карельский Константин Горянов которого мы здесь помним и знаем как ректора Занкт-Петербургской Духовной Академии а сопредседателем жюри был известнейший наш современный русский писатель Владимир Николаевич Крупин вовряд первой патриаршей литературной премии а в жюри входили ученые представляющие разные сферы сферы гуманитарного знания в том числе членом жюри был Юрий Васильевич Козов значит членами жюри были профессора Московской Московского государственного университета историк Сергей Вячеславович Перевизенцев филолог Владимир Алексеевич Варапаев философ Валерий Николаевич Расторгуев и профессор высшей школы экономики экономист бывший заместитель министра образования Леонид Сергеевич Гриф то есть это вот комиссия которая давала оценку и вот собственно она им вот такой вертик вынесла и я предоставляю слово Якону Илье Маслову их работа Закончилась ли революция Пожалуйста Я благодарю за вас за такую высокую оценку нашего коллективного труда наша работа называлась Закончилась ли революция русская идентичность 1917-2017 когда мы увидели на русской народной линии объявлений о конкурсе то мы долго думали учитывая что действительно такое представительное и жюри и мы предполагали что конечно же в столетии революции откликнутся очень многие видные и ученые общественники и люди интересующиеся нашей главной наверное болью 20 века и мы думали вот если писать какую-то коллективную работу для нас для молодых людей которые в основном родились в Советском Союзе но при нем не жили увидели во всей так сказать мерзости увидели 90-е и вот сейчас испытываем какую-то определенную надежду упование на возрождение России мы думали о чем писать и я предложил тогда и мои коллеги это идея почти единогласно приняли писать о том что нас людей родившихся в конце 80-х волновало кто мы наша идентичность мы родились при одном политическом строю при одном государстве взрослели в другом чаем того что в конце концов все-таки имперский формат в России восстановится и мы подумали над тем что одним из самых печальных следствий одно из самых печальных следствий революции это разрывание единой исторической ткани тканей потому что в семнадцатом году сто лет назад большевики придя к власти объявили всю историю российского российской империи московской руси не существующей или полностью такой историей рабства недоразумений ужасного социализма в девяносто первом году разрушив советский союз наши либеральные отцы основатели клюнули на все достижения советской эпохи и стали отсчитывать историю России от этого предательства августовского предательства и развала великой империи и именно поэтому мы и поставили знак вопроса потому что отмечая столетие революции мы видим что в умах в умах эта революция не закончилась мы по-прежнему делимся там кто-то ностальгирует по российской империи там по-поручику Голиц но представляет себе какие-то определенные мифы о царской России кто-то в той или иной степени аргументированно или не аргументированно доказывает что лучшим этапом истории 20 века был советский этап и в конце концов нам всем приходится мириться с той действительностью в которой мы живем и мы предложили такую концепцию мы решили увидеть во всех этих вот трех этапах 20 века российской империи советского советского этапа и новой России вычленить вот ту вечную константу русской истории бытия России которая не меняется которая нам видимо по божьему промыслу дана наша историческая миссия и мы оттолкнулись от известной эскатологической модели Москвы Третьего Рима которая по-разному воплощалась и в императорской России и в советское время особенно в сталинскую эпоху выковалась она в горниле нашей великой победы в 45 году и сегодня в современной России все наши чаяния которые связаны с событием русской весны крымской весны они как раз связаны опять же с этой вот вечной эскатологической нашей историосовской миссией являться удерживающими и бросать себя на служение того чтобы удержать сползание вот и нас и человечества в кучину апокалиптической апостасии и как оказалось вот это вот совместная наша работа по анализу вот этих вот наслоений временных за 20 век и вот этой вечной константы они нас очень сплотили потому что несмотря на то что мы все вот семь авторов представляем коллектив одной организации аналитического центра святого Василия Великого у нас на историю двадцатого века на революцию разнились взгляды я например себя отношу считая себя так сказать монархистом я например считаю что в советском в советской эпохе проявилось довольно много русского и монархического и вот не так давно мне пришлось брать интервью в Москве у такого деятеля общественного генерала решетникова возглавляющего сегодня общества двуглавый орел вот с большим уважением отношусь к Леониду Петровичу но считаю довольно искусственным его такую историосовскую идею вернуться в Россию через минуя вот 70 лет советской эпохи вот его конструкция монархическая такая православно окрашенная но с полным пренебрежением и вычленением выбрасыванием советского этапа мне кажется революционной вот и я вот разговаривая с ним даже позволил себе сказать что на самом деле у него есть определенный такой вот ранний большевизм вот то что он тоже пытается как бы историю переписать и зачерпнуть определенный наш русский этап этап русской истории и мне кажется что нам удалось несмотря на наши вот уже авторские такие разные позиции удалось свести свести воедино вот эти расколотые куски нашей русско-имперской истории за 20 век и для нас для коллектива нашего авторского мне кажется вот эта революция в умах она все-таки подошла к определенному завершению вот хотелось бы хотелось бы чтобы и так сказать в общественной сфере уже в более широких аудиториях мы наконец-то пришли к какому-то консенсусу по отношению вот к нашей вот этой революционной трагедии чтобы мы смогли бы закончить наконец-то вот эту вот столетнюю революцию большое спасибо спасибо если есть что-то еще хотите сказать можем дать вам несколько минут Анатолий Дмитриевич ну если можно возьму слово буквально по несколько минут действительно вот только что звучал доклад о идентичности тоже близкая нам тема потому что по сути мы себя осознали в ходе этих событий осознали как часть русского народа которая стремится к воссоединению но я хотел бы ответить что нам предстоит огромная интеллектуальная работа огромная организационная работа для того чтобы действительно воссоединиться и с юго-западной Русью которая вот сейчас в этой попытке самоутвердиться через некую украинствующую нео-бандеровскую идеологию все дальше и дальше отходит на самом деле от своих корней и понятно что есть вызовы либерального плана вызовы революционного плана конечно очень большая работа вот как мне кажется консервативной перспективы это в том отношении чтобы создать дискурс который удержит русскую молодежь скажем так от идеи глобализации западнизации от идеи вот какого-то революционного переустройства на западный манер там в издании цветных революций там а-ля Майдан 13-14-го годов на Украине вот и я понимаю что это наша такая большая общая работа общая задача и дай бог чтобы следующий год был для нас успешен в этом утверждении наших русских смыслов и еще вот консервативная идея чем она мне импонирует как мне кажется в Ассане оно должно состояться только на понимании отриединства русского народа и конечно эта идея она была заложена до 17-го года это была официальная идеология Российской империи конечно в определенном смысле она нашла преломление и в советскую эпоху от трех братских восточеславских народах но сейчас нам надо снова скажем так более тесно интегрироваться и в том числе в идеологическом плане в том числе в плане академической науки потому что к сожалению учебники истории там все еще есть определенное это разделение на разные народы огромная благодарность консервативной перспективе за это мероприятие я надеюсь что мы в будущем продолжим такое тесное сотрудничество и более тесную интеграцию спасибо успехов спасибо уважаемый Анатолий Дмитриевич уважаемые коллеги в свою очередь я тоже хотел бы сердечно поблагодарить всех вас северо-западный филиал РАНХИКС русскую народную линию русское собрание Петровская академия наук и искусств консервативную перспективу за возможность обменяться мнениями за возможность поговорить о судьбоносных событиях столетней давности о сегодняшнем дне и о наших перспективах вы знаете вот Анатолий Дмитриевич показывал словарь Патриота Отечества и проанонсировал выход второго издания я думаю что у нас у Великой Руси у Новороссии да вот есть я думаю такой интеграционный потенциал и в плане подготовки написания каких-то действительно новых курсов русской истории издания новых словарей проведения новых конференций и дай бог чтобы тот почин вот который совершен сегодня был продолжен и еще раз сердечно всех вас благодарю спасибо за честь быть вашей замечательной и авторитетной компанией спасибо 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 дорогие друзья Федор Алексеевич первый вопрос вам по итогам нашего обсуждения на данном круглом столе то есть вот вы как один из основных инициаторов сегодняшнего собрания нашего то есть расскажите что это было скажем так и что вы вынесли из сегодняшнего мероприятия мы сегодня участвовали в заседании открытом заседании клуба консервативная перспектива который которым руководит одновременно председатель русского собрания Анатолий Дмитриевич Степанов и сегодняшнее заседание было подведено подведено значит вот результатом конкурса на лучшие работы по анализу по аналитике тех событий которые произошли в семнадцатом году я там был как представитель русского собрания кроме всего прочего и вы знаете я там был и как представитель Донецка и для меня была особая честь и особое удовольствие услышать то что собрание началось с честования Мирослава Руденко как номинанта получившего премию соответствующую и Анатолий Дмитриевич Степанов очень долго рассказывал о его работе с большим удовольствием ну для меня это бальзам на душу и в заключении честования был премирован Дмитрий Евгеньевич Муза наш соотечественник первой премии и конечно это большая радость для нас всех и вот что удивительное мне хотелось бы сказать ну первое это совершенно уникальная ситуация когда мы каким-то образом сгруппировались вот те люди которые здесь и другие участники нашего словаря вы знаете такое единомыслие идеологическое нравственное духовное я я просто поражен я горжусь что я участник этих всех проектов это первое и второе сегодня прозвучала интересная вещь и об этом Мирослав сказал очень интересная мысль когда нельзя отбрасывать историю прошлого даже советского даже с недостатками потому что советское прошлом мы имели мощнейшую империю которая ну скажем превосходила по своему уровню может быть какие-то предыдущие моменты истории России в каких-то вот и мы объединены вот тем что традиция империя народность вот то устремление потому что мы должны объединить традиции лучшие традиции царского времени лучшие традиции советского времени они легко объединяются поскольку нравственные составляющие русского народа по большому счету в цивилизационном смысле одни и те же и вот нужно осознать просто что мы дети советской империи и внуки российской царской империи когда мы это поймем наше будущее вырисуется совершенно ясно и конкретно Дмитрий Ильич ну очень такая была структурирована насыщенная научная терминология речь объемная скажем так вот ваши впечатления от этого общения нашего и может быть какой-то еще посыл нашим телезрителям скажем так вот в более таком сжатом тезисном формате вы знаете мне показалось что консервативная перспектива и вообще так сказать представительство северо-западного филиала РАНХИКС и русской народной линии в общем-то клуб питерских интеллектуалов с участием московских гостей естественно с нашим участием вот мы приблизились вот я думаю что сегодня к пониманию произошедшего с нами сто лет назад мы пытаемся и это вполне объективно пытаемся сейчас нащупать место наше место и положение в том числе Донецк и Луганск и народных республик в структуре в пространстве большого русского мира и самого русского мира русской цивилизации в пространстве глобальном и вы знаете вот говорилось несколько раз различными участниками в вопросах это прозвучало что у России есть свои архетипические черты есть некий свой алгоритм который не меняет история различные волны истории ее вызовы и прочее Россия остается самотождественной сама себе и наверное вот на нашем горизонтальном уровне на уровне экспертного сообщества это тоже отрадный факт сегодняшней встречи мы я думаю что нашли новых друзей новых коллег в том числе Петровской академии наук и искусств в том числе значит тоже консервативную перспективу и предложения которые прозвучали это совместные предложения по реализации тех или иных проектов написания учебника по истории написания монографии продолжение проекта связанного со словарем и так далее ну а самое пожалуй важное наверное что мы должны вынести из сегодняшней встречи это вот наверное те слова Пушкина которые он адресовал Чаадаеву что мне не нужна другая история а Чаадаев пытался показать что эта история к сожалению якобы состоит из сплошных бед недоразумений катаклизмов и так далее что другой истории Бог нам не дал и то что он нам дал это и есть наша родная священная русская история и я хотел бы пожелать нашим телезрителям вот любить Россию любить Родину и делать все чтобы Россия и русский мир торжествовали вот в этом духовном а затем материальном смыслах ну что ж мы сегодня провели интересную программу пообщались с интеллектуальной элитой России в городе Петра представители которые сосредоточены и не только скажем так главная идея то что мы делаем общее дело дело очень важное нужное большой России исторической России и мы ее части и вот это тоже такая частичка нити которая связывает нас единое целое объединяет и вас соединяет вот ну что ж пожелаем успехов нам всем на этом пути и не будем останавливаться на достигнутом да надеюсь впереди еще много творческих проектов да самое большое и сложное все впереди это первые шаги ну что ж на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш спецвыпуск с вами была программа патриотическая позиция до свидания до новых встреч субтитры до новых встреч